Всем привет! Я Ольга Сергеева, а вы на канале Кино Трафик. В формате подкаста мы с Марией делаем для вас дайджест наших обсуждений фильмов и сериалов, которые мы смотрим и обсуждаем у нас в Киноклубе Трафик. Во втором выпуске в разделе «Авторское кино» речь пойдет о картине живого классика немецкого режиссера Вима Вендерса «Прекрасные дни». Затем мы расскажем о замечательном анимационном номинанте на Оскар 2024 года «Мечты робота» и, наконец, в финале поговорим о первом сезоне сериала по компьютерной игре «Фуллаут». Итак, поехали! Давай немножко скажем про прекрасные дни. Восточная страна, технологичная, серые бетонные джунгли, Токио. И там звучит европейская музыка, в основном, конечно. Когда ты смотрела фильм, насколько тебя это раздражало? Мы говорили уже об этом, что это фьюжн такой, очень удачный. Токио современный. Это урбанизм такой в высшем смысле слова. Вот эта музыка гармонична с современным Токио. Вот эта музыка ложится на эти кадры. Картинка любого города современного. И одиночество в любом городе. Город делает человека механизмом. А он в итоге противостоит этому, ищет в других людях помощь. И вот он находит эту помощь, только если когда начинает искать, конечно. Только тогда. И в итоге он находит себя. Снова обретает. Потому что он не сразу ведь становится таким, мы не знаем, это отрезанный кусок. Мы видим просто констатацию факта. И вот эта музыка, она говорит о его внутреннем мире. Вот он включает эту кассету. Контраст между его жизнью, чем он занимается, и его внутренним миром. Они вот настолько разные. И в финале это сходится в одну точку. Ну давай еще скажем о том, что почему все-таки кассета в мире, или цифры, почему он прикасается к вещам, для чего вообще ему нужны вещи. При том, что, безусловно, он обладает у себя дома интерьером глубоко восточным, минималистичным. Это неудивительно, что у него там нет стола. Японский такой образ жизни на полу. Это тоже очень интересный, мне кажется, момент. Потому что устойчивость какая-то. То есть ты ближе как-то к корням, что ли, к земле. Где появляющийся на свет учится сначала ползать. Потому что, да, прямохождение – это неустойчивое такое положение. А здесь вот это вот лечь на пол, растянуться, читать книгу. Многие люди, у многих людей дома есть там для этого и диваны, и кресла. Но как-то на ковре лечь, почитать всегда хочется. А вот что касается кассет, это то, что можно потрогать. Мы, кстати, говорили об этом во время обсуждения. Книга, кассета, диск. Общение через тактильность. Музыку нельзя потрогать, фильм нельзя потрогать. Да, книга переходит в разряд цифровых книг. Поэтому книгу тоже уже нельзя потрогать. Продолжают традицию покупки книг. Несмотря на то, она параллельно существует. Несмотря на то, что огромное количество существует уже цифровых версий фильма. Книг, которые мы читаем. Мы потребляем книгу теперь уже через кого-то. Потому что человек, начитывающий нам эту книгу, он уже участвует в этом процессе. Когда мы... Он расставляет акценты. Да. То есть мы... Он ставит свои акценты. Вот что интересно. Ударение на какие-то слова делает. Мы ассоциируем героев с его голосом. Мы слушаем книгу, опять-таки, в те моменты, когда... Ну, признайтесь, ну, большинство людей слушают книгу, параллельно делая что-то. Да. Да. Если мы берем книгу настоящую в руки, то чем-то другим заниматься невозможно. Это концентрация полностью на тексте. Здесь же книга такой же приобретает уже утилитарный вид, как, ну, например, кино на телефоне, которое мы подключаем и делаем параллельно что-то. Точно так же мы слушаем книгу и что-то параллельно делаем. Уходит, ну, не знаю, священное действие такое, да, над книгой, да, когда мы садимся в кресло, включаем свет, там, да, Таршар включаем, открываем эту книгу и, значит, в нее погружаемся, да. Вот ритуал вот этот вот, да, он начинает уже спаряться. Так вот и с музыкой, с кассетой. То есть, когда ты держишь эту кассету в руках, ты как будто как бы эту музыку вот... То есть ты можешь ее пощупать. Ну, старомодный такой, да, вроде бы человек. Общение тактильного с тем, что ты любишь. И в обсуждении была высказана более прямая мысль – обладание. Да, обладание, да, 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 обладание этим, да. То, что ты можешь это перебирать, это твое, это какое-то ты можешь взглядом скользить по названиям, да, этих дисков. То есть это какое-то, ну, удовольствие, что-то присутствие в твоей жизни, да, потому что вот цифровой мир, он не присутствует, он где-то в параллельном мире. А вот здесь ты видишь, да, вот когда кассеты там стоят или книги стоят на полке, и ты проходишь вот так вот, и у тебя возникает желание это послушать, посмотреть. Очень-очень интересная сторона этого фильма, ее чувствуешь. Удивительная находка. Я вообще не ожидала, что этот фильм в доступе, что можно его посмотреть и что можно его показывать смело детям. Он без слов. Мне тоже это понравилось. Я наблюдала за детьми, которые смотрели этот фильм, и все смотрели очень-очень сосредоточенно. Почти не выходили. Это редко. Редко, когда идет анимация, дети отвлекаются, ерзают, беспокоятся. Нет, здесь был полный захват внимания, но это было понятно и без слов. Во-первых, он рисованный. В каждом мультфильме сейчас присутствуют вот эти вот яркие очень такие краски. Здесь традиционно нарисованная такая анимация. Вообще выбор героев, да, сам по себе. Собака и робот. История о дружбе. Как вообще в течение этого всего фильма, а он полтора часа идет, и вот, как ты правильно заметила, дети не отвлекались абсолютно. Современные дети, которые привыкли, чтобы все мелькало, чтобы все было музыкально, с неоном, с какими-то быстрыми сменяющимися кадрами, как они следили. Им не нужно было объяснять ни разу, что происходит. Тут очень-очень важный момент, что это фильм и для взрослых тоже. Да. Потому что вот эта история о том, как пёс завёл себе друга, потерял его, назовём это так, да? Потерял его не просто так, а потерял его из-за своей несовдомлённости или беспечности. Так получилось. Он недостаточно ценил то, что имел, и в итоге это потерял. Конечно, недостаточное ещё осознание, что это единственный его друг, самый ценный его друг, да? А может быть, вот это вот отношение как к приходящему. Ну, то есть, сегодня у меня один, да, потом я могу заменить другим, да? Все он использовал возможные шансы вернуть друга или нет? Это вопрос остаётся всё-таки. И он сдался, да, в один прекрасный момент он сдаётся и говорит, ну да, ничего, ну так же жизнь пошла своим чередом, ничего не случилось. И только в финале, да, пёс осознаёт, что, в общем-то, это у него в душе, этот его друг остаётся навсегда. И сделал он для него тоже очень много для того, чтобы вот пёс это осознал. Пёс бы не пришёл к этому, а только пройдя вот всю эту историю. И финал тоже, он очень трогательный, очень такой катарсический. Вот, и дети это тоже прониклись, дети это тоже поняли. Вот это вот, а мне ещё очень понравилось, что когда некоторые комментировали этот фильм, ну, вырывалось там у детей, то есть они говорили о том, что будет в следующем кадре. Ну, то есть, это тоже настолько правильно построенный фильм. Он задаёт вопросы, зритель проговаривает этот вопрос, ну, особенно юный, да, он вслух проговаривает этот вопрос. А в следующем кадре на этот вопрос ему отвечают. Правильные вопросы задаёте. То есть, правильно построена история. Рекомендую всем родителям с детьми посмотреть его. Абсолютно. Я думаю, даже с младшего возраста. Чем раньше посмотреть этот фильм, тем лучше. И поговорить о дружбе после этого фильма. Что такое дружба, кто настоящий друг. Если мама с папой вместе посмотрят этот фильм с ребёнком, то обязательно вот эти вот вопросы после этого мультфильма обсудить. Я думаю, польза будет огромная. Какая дружба бывает? Она же бывает разная. Бывает друг с кадычной, бывает друг разная степень привязанности. Да, да, разная степень привязанности и разные истории. И обязательно обсудить финал, который мы не будем спойлерить. Но он потрясающий финал. Это хэппи-энд. Хэппи-энд, да. Поэтому обязательно посмотреть. Всем мы рекомендуем. Киноклуб «Трафик». Итак, это Fallout, конечно же. Мы посмотрели первые две серии в Кубе на большом экране. Мне сериал понравился. На мой взгляд, он очень ладно скроен. Он никуда не спешит. Он представляет историю в хорошем темпе. Мне понравились фильтры, которые использует режиссёр. Такие вот сочные краски. И, конечно, таких сочных красок не в каких-то ранних версиях игры или даже в Fallout 3, на котором, собственно, и основан данный сериал. Такой сочной нет. Но здесь это к месту. Я считаю, что это удачно очень. Очень зрительский проект, который сделали довольно качественно. Я посмотрела его от начала до конца. И это было практически молниеносно. Это интересная, увлекательная история. И первые две части, в отличие от тебя, Маш, меня совершенно не увлекли. Я тогда сказала, что надо посмотреть третью часть. Я не совсем была в курсе вообще всей этой вселенной. И мне показалось, что первая и вторая часть знакомства с персонажами... Ну, во-первых, я думала, что их будет намного больше. Я ждала, что в каждом будут открываться какие-то новые лица. Я не думала, что это сконцентрируется на... Вся история на трёх этих героях. Во сути, там три главных героя. Хорошо то, что уже с третьей части дальше достаточно стремительно начинают развиваться действия. Там есть три такие составляющие, я бы назвала. Первое. Соединение нескольких эпох. Вестерн, Дикий Запад. 60-е, там, 70-е почти там годы. И постапокалипсис. Сюда же диковинные эти животные. Чудища эти, гули и так далее. Да, покойники, восставшие. То есть это вот к этому... Всё это вместе перемешано. Второе. Пользование трэш-элемента. Где отрезают пальцы там какие-то там, внутренности какие-то там. Всё цинизм. В категории «Б» в фильмах обычно использовали. Третье. Подкупает многих, особенно вот молодых людей. Юмор. Какие-то шутки-прибаутки всё время присутствуют. Совсем уместно. Но если взять контекст, допустим, игры, юмор, конечно, смотрится на контрасте. В этом постапокалипсисе. С одной стороны, вот эти вот ладушки о ладушке. И вот после ядерной войны те же самые ладушки о ладушке. Это режет слух. Это разрежает атмосферу. Потому что там местами она начинает сгущаться. То, например, гуль пришивает нитками свой палец. Достаточно это зверски смотрится. И тут же отпускается какая-то шутка. То есть это сбалансировано. Нашли какую-то вообще золотую середину создатели. Когда вот всё это не смотрится каким-то винегретом таким. И кучей вот нагромождений таких. Просто апокалиптическая, развлекательная такая история. С рядом таких любопытных мыслей. Она, он не настоящим. Потому что история говорит нам об обществе, которое не смогло договориться. Об обществе, которое устроило ядерную войну. Человечество разделено. А именно на подопытных людей. В бункерах, допустим. На какого-то высшего. Высшее какое-то, если я правильно поняла, высшую какую-то инстанцию, куда идёт гуль. Искать своих родственников. То есть это что-то ещё за пределами этого всего мира. То есть кто это может быть? Это бог? Кому он там вопросы эти задаёт? И главная героиня – современный ребёнок, который растёт в вегетарианском таком мире. Как она говорила там, что да, она всю жизнь думала, что это солнце. А когда не стала её матери, то она увидела, что это лампочка. Но и история ещё осознания, что родители, а именно отец, за которым она идёт, это не тот, кем он кажется. Вот он, он наш агент Купер. Такой неожиданный нежданчик такой. Дальше я уверена просто, что будет какой-то переворот. И отцом настоящим, ну не в смысле настоящим, а уже даже не отцом, а может быть учителем или кем-то там ещё, будет гуль. Потому что она идёт за ним в конце. Она могла бы этого не делать. И вообще там как бы идея такая в финале, если я правильно поняла, что человек не должен останавливаться. Вот она продолжает свой путь. Она же всё время звала этого рыцаря. Давай, останься со мной. Давай, мы будем жить в этом бункере. И вот оно, моё счастье. Как выясняется, фальшивое счастье. Это иллюзия безопасности. И там даже гуль говорит, по-моему, в конце об этом, о том, что никто в этом мире не может быть в безопасности. Просто одни принимают это. И если она выходит из этой зоны комфорта, выходит в этот мир, понимает, что этот мир тоже существует, и что он несовершенен, но он настоящий, опаснее и смертельнее. И она его выбирает всё равно. Да, этот мир? На данный момент, да. В этом сериале очень глянцево показана паранойя, ядерные катастрофы, использование, манипуляции. Каждый персонаж будет обязательно обманут, так или иначе. Каждый настаивает на своей правде. Отец девушки в клетке говорит об одном. Я был прав. Я мог сделать только так, а не иначе. Ты должна меня освободить. Дама из движения, из этого, да, революционного, она говорит совершенно другие вещи, то есть противоположные. Она рассказывает правду об отце. Ей нужно что-то теперь решить. Нужно выбрать между двумя правдами. Да, развлекательная история, но вот вопрос задаёт достаточно такие злободневные. То есть вот в ситуации, когда рушится весь мир, в ситуации, когда правды нет, у правды у каждого своя, а что будешь делать ты? Она выбирает идти дальше и искать ответы на вот эти вот вопросы. Да? То есть если бы, вот подумай, Маша, если бы гуль, мы бы видели его только, действия, вот в этом постапокалиптическом мире, ну, это просто исчадие ада. Ведь нам не зря... Среши с тобой. Да, да, да. То есть нам, создатели, всё время дают флешбеки. И мы начинаем понимать, что у каждого зла есть предыстория. Он же не всегда таким был. Да? То есть нам дают такой вот крючочек такой, за который мы должны зацепиться и с собачкой, и там эпизоды. Да? И вот этот очень, кстати, классный там момент, мне очень понравился, когда он говорит, всего лишь вопрос времени. Ты станешь такой же, как я, это вопрос времени. И девушка ему показывает своим действием, причём она не показывает, она просто это делает, потому что она такая, что она не станет таким, как он. Когда она даёт ему лекарства, оставляет ему. То есть она говорит, я вот этим вот, да, она говорит, что не все такие, и я тебе даю шанс тоже вспомнить, что ты был тоже не таким. И вот здесь вот происходит такой вот маленький какой-то перелом такой в истории, потому что и он начинает что-то чувствовать, ну, мне так кажется. Что-то в нём поворачивается такое, к этой девушке. не в смысле там отеческих чувств. Это об этом далеко ещё речь. Но дать шанс, дать шанс вспомнить добро, вот это вот хорошая идея, мне кажется. потому что в ней же очень много агрессии, в ней очень много вот этого задора, назовём это, да, который, в общем-то, её спасал во многих ситуациях. Она поступала, она так, как, может быть, не каждый житель миролюбив, миролюбивых этих катакомб и, значит, да, поступил бы. Она, мы понимаем, что она немножко другая. Вот. Поэтому, конечно, для неё Гуль тоже достаточно притягательный такой персонаж. Она идёт за ним, у неё что-то есть тоже, и от Гуля от этого, она понимает это. Но рыцарь унижением, да, он испытал какая-то дедовщина, что ли, там, да, вот это вот было, да. В этом мире он, в общем, реализовался, ему наверху очень комфортно. У него есть защита, этот костюм. Вот они одиночки, они не тяготеют, вот все три персонажа, и у них как-то вбито в голову им, что они должны жить в обществе, но, ну, только у Гуля, может быть, нет, да, но он тоже ведь жил в обществе, ему нужна была слава, ему нужна была популярность, да, вот это вот, он же актёром был, вот, но, поэтому они как-то вот примыкают, наверное, вот, да, три вот этих персонажа, она, во-первых, вот эта вот тема вот покорности какой-то, да, вот все остальные вот покорны каким-то правилам, законам, да, какой-то конформизм такой, да, они приспособлены, они не могут, они вот все-таки вылезают из этого всего, у них, у одного идея, у Гуля, да, ему нужно вот дойти до чего-то там, да, значит, у девушки, у девушки, у девушки, да, да, у девушки тоже вот эта вот цель, она в голову вот это взяла, ей нужно тоже, то есть они, у них у каждого есть какая-то, решить свою как бы задачу, ну, и познать мир, что ли, да, вот что-то вот настоящее в этом мире, потому что вот то сообщество, в котором они живут, это их не очень сильно как бы устраивает, что-то в этом роде. По поводу добра должно быть с кулаками, сериал нам четко говорит о том, что да, добро должно быть с кулаками, потому что иначе добра просто не будет, не выживет оно, пусть оно, пусть само добро отрастит себе кулаки, или пусть приобретет какие-нибудь наемные, в крайнем случае, да, это мир этого сериала, это то, что нам предлагают создатели и воплощать в реальном мире. Рекомендую посмотреть эту историю, я думаю, она вне возраста, мне кажется, несмотря на какие-то взрослые штучки, а именно чрезмерную, может быть, какую-то натуралистичность, все равно подростков это не испугает ни разу, я бы назвала его исключительно для подростков, для взрослых людей, которые тоже себя чувствуют очень хорошо, комфортно в подростковой теме, ну, а для людей постарше, вот, я бы рекомендовала, вот, задуматься, вот, над этими общими темами этого сериала, потому что они не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. А на этом у нас все. С вами была Ольга и Маша. Не забудь подписаться на наш подкаст, канал Кинотрафик на Ютьюбе и канал в Телеграме Кинотрафик Синема с Ольгой Сергеевой. До нового выпуска! Пока! КИНОКЛУБ ТРАФИК КИНОКЛУБ ТРАФИК